МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Делав консультант-эксперт общественной палаты и Александр Терещенко, член волонтерского штаба округа. Здравствуйте. Здравствуйте. Конкурс проводится и стартует он при поддержке администрации округа общественной палаты, сообщества родителей, волонтерского штаба. Как родилась идея? На самом деле идея родилась, наверное, с одной стороны, спонтанно, с другой стороны, мы, естественно, готовились к такой знаменательной дате, и мы очень хотим поздравить от души наших ветеранов, и знаем, что этим людям, естественно, приятно получать какие-то подарки от молодого поколения, от наших детей. И поэтому мы вот обсудили и вышли с таким предложением, чтобы дети нарисовали рисунки и написали своими словами поздравления, пожелания нашим дорогим ветеранам. И мы подумали, что для них это будет самый лучший подарок. Александр, ну вы в проведении, в организации конкурсов не новичок, но этот конкурс все-таки будет отличаться от всего того, что вы делали ранее. Ну да, совершенно верно, потому что конкурс был действительно спонтанно придуман, и с одной стороны, Марианна правильно говорит, что это будет приятно для ветеранов, а с другой стороны, мы должны возобновлять и, так скажем, учить молодежь тому, что было раньше. И поэтому конкурс посвящен именно 75-летию победы, потому что многие у нас почему-то уже начинают забывать, как это было и что это было. И поэтому название у нас достаточно интересное. Конкурс называется «Мы гордимся вашим подвигом». Кто может принять участие в этом конкурсе? Какая возрастная группа? Как будет проходить отбор рисунков Стефан? У нас мы посоветовались, решили сделать три возрастные группы. Первая возрастная группа, получается, дети дошкольного возраста. Вторая возрастная группа – дети с первого по пятый класс, это как средняя школа. И третья группа, получается, с шестого по одиннадцатый класс, чтобы в каждой категории люди могли получить приз. В каждой группе у нас по три приза. Это первое, второе, третье место. Плюс будут дополнительные призы от спонсоров конкурса. И мы запускаем еще три призовых места. Будут по лайкам в Инстаграме. То есть независимо люди будут отбирать понравившийся рисунок, будут награждаться. Но помимо всех вот этих 15, которые получилось, призовых мест, еще будут 15 утешительных призов для… То есть получат все 30 лучших работ, получат призы. Мне кажется, самый главный подарок – это осознание того, что твоя работа, твоя картина будет передана непосредственно ветерану, будет находиться в его доме и скрасит вот эти дни, и дни победы. Это будет, наверное, такой двойной подарок для каждой из сторон. Ну, на самом деле, Маша, я думаю, что действительно в этом и заключается основная идея проведения вот такого конкурса и вообще всего этого мероприятия. Потому что, ну, к сожалению, из-за пандемии сейчас мы все находимся в режиме самоизоляции, и наши дорогие ветераны в том числе. Поэтому все праздничные мероприятия у нас перенесены на более поздний срок. Безусловно, наши ветераны не останутся без поздравлений. И волонтеры придут, поздравят, подарят им обязательно подарки. И вот именно с этими подарками мы хотим вручить и рисунки. Ну, по сути, ведь каждый рисунок будет именным. То есть помимо того, что ребенок изображает ту или иную битву или свое отношение или видение войны, да, Великой Отечественной войны, он еще и должен написать пожелание ветерану. Да, Мария, пожелание. То есть это ведь тоже критерий такой, да, получается, оценки. Да. И пожелание именно будет своими словами, не из интернета, не из стихики. Именно своими словами ребенок будет поздравлять. Наши рисунки будут именные, и ветеран получит именно с подписью для него. То есть это не будет как-то массово копироваться. Будет, ветеран будет получать именной рисунок для себя. И зачастую еще вот тому поколению ветеранов намного приятнее получить открытку, которая предназначена для него, чем там какой-то подарок. Как можно подать работы? В каком виде они будут приниматься? Работа будет приниматься в фотографии, присылаться на электронный адрес. Адрес указан у нас сейчас на экране. Сразу запоминайте, запишите его, да, и можно будет уже прямо начинать отправлять работы. То есть с какой временной промежуток будет осуществляться прием работы? С 27 апреля по 5 мая будет прием заявок, прием рисунков. С 5 по 8 мая мы будем отбирать эти рисунки, которые будем выбирать 30 лучших рисунков. И 9 мая уже будем награждать победителей. Ну и соответственно 9 мая уже стартует акция, когда волонтеры будут доставлять работы победителей. И передавать их ветеранам. Да, совершенно верно. Марьяна, вы как президент сообщества родителей Одинцовского района, вот насколько действительно вот эта акция востребована сегодня? На самом деле эта акция действительно востребована. И у нас вот какое-то время назад такая идея тоже родилась. Каким-то образом мы хотели поздравить ветеранов. И я скажу, откуда эта идея родилась. Как вы знаете, Маш, мы активно участвуем в родительской общественности в работе волонтерского штаба нашего округа. И вот как раз, когда одна из наших мам общалась с ветераном войны, как раз привезла поздравительный кулич с Пасхой от главы округа Андрея Иванова, как раз ветеран сказал о том, что ему бы так хотелось получить какую-то именную вот такую открытку поздравительную. И на самом деле мы знаем, что вот для людей старшего поколения это всегда очень важно. Именно важно вот сохранять такую связь с детьми, с поздрастающим поколением. И мы знаем, Маш, что ветеран у нас активно участвует, ну по возможности, конечно, все зависит от состояния здоровья, но они у нас активно участвуют в различных мероприятиях в школе. Они всегда приходят, всегда откликаются на приглашения, рассказывают о своей жизни, рассказывают о своем боевом пути. И на самом деле это всегда, ну, проходит очень интересно, очень тепло. Поэтому, конечно, такая вот связь поколений, она важна. Вы примерно прогнозируете, сколько работ, как думаете, насколько активно откликнутся юные жители округа? Александр, по практике. На самом деле практика показывает, что количество откликов должно быть достаточно много, но в текущей ситуации, опять же, то, что мы все находимся на самоизоляции, ну, может быть, я думаю, что, ну, хотя бы работ 500 нам придет. Ну, я думаю, что вот как раз-таки режим самоизоляции в этом смысле послужит неким катализатором к увеличению количества работ, потому что впереди майские праздники, и, безусловно, то время, которое мы все будем проводить дома, вместе со своими детьми, со своими семьями, как раз прекрасный повод заняться совместным творчеством и подготовить картину, да, Марианна, Стефан? Здесь, опять-таки, очень важно, наверное, не делать приоритетностью какие-то профессиональные художественные навыки. Да, наверное, все-таки мы должны немножко с другим критерием подходить, чтобы действительно это было все от души, искренне, и я думаю, что в этом будет залог успеха. Но, тем не менее, жюри у вас более чем профессиональные, да, Стефан? В жюри войдет люди с разных организаций. Мы подключаем школу искусств, сообщество родителей, общественную палату, чтобы жюри получилась максимально независимой. Но помимо того, что будут профессиональные рисунки, будут призы зрительских симпатий. То есть мы хотим охватить максимально людей, чтобы получили подарок за работу. Ну и, наверное, чтобы максимальное количество работ, которые вы сможете потом передать ветеранам, оно тоже соответствовало. Я думаю, что это будет далеко не 30 работ, которые вот в рамках этого конкурса будут выбраны и определены лучшими, и пройдет награждение. Да, по нашему округу ветеранов порядка 200. Это участники боевых действий. А так у нас порядка 2000 ветеранов, если мы уже берем вот так вот в общем. Есть ли возможность того, что если сейчас конкурс покажет свою востребованность и работы будут к вам приходить и после 9 мая, с учетом того, что все основные празднования, они перенесены пока на сентябрь, возможно ли, что это будет как бы первая ступенька, и потом в сентябре, возможно, это уже, когда все откроется от карантина, будет проведено какое-то масштабное мероприятие с выставкой лучших работ. Есть ли такая идея? Я думаю, на самом деле, да, Маша, что творчество не ограничивается только живописью. И на самом деле ты сама знаешь, как у нас дети активно и творчески, например, подходят к участию конкурсу «Рождественская звезда». Там не только рисунки, там замечательные есть поделки. Скажем так, творчество охватывает различные направления. Я думаю, что мы здесь также можем подойти. То есть начать мы можем с живописи, а потом уже, скажем так, огласить какие-то другие направления, которые тоже смогут принять участие. Сейчас на волонтерах и общественниках лежит огромная нагрузка. Каждый из вас в ежедневном режиме, без выходных, мне кажется, даже не особо отвлекаясь на обед и сон, на какой-то отдых, на свои дела. Вы постоянно либо собираете, либо перевозите, либо помогаете, помогаете действительно тем, кто в этом нуждается. Вот что слышите в ответ? Хотела бы сегодня тоже, чтобы каждый из вас об этом сказали. В ответ слова благодарности, даже не брать слова. Это видно, что люди благодарны, им приятно, что о них помнят, они не брошены, их поддерживают. Поддерживают и продуктовыми наборами поддерживают. Люди, которые старше 65 лет, они не могут выйти за лекарствами. Волонтеры получают в поликлинике рецепты, далее уже направляются в аптеку, получают лекарство, привозят его в ветерану. Также необходимо за ЖКХ платить, за электричество, тот же мусор выкинуть, если нет мусоропровода. Волонтеры всегда готовы помочь и с радостью воспринимают эту задачу. Но общественники тоже на передовой, как и волонтеры, да, Марьяна? Ну, на самом деле, да, потому что, во-первых, мы понимаем, что без волонтерской работы, без волонтерской помощи, сейчас, ну, наверное, невозможно преодолеть ту сложную ситуацию, с которой у нас столкнулся весь мир. И на самом деле, ну, я, во-первых, хочу еще раз сказать, что волонтерская работа, она абсолютно добровольная, она никем не оплачивается. Каждый житель нашего округа может стать волонтером, вступить в нашу дружную команду. И, опять-таки, ну, скажем так, разные есть мнения. Кто-то говорит о том, что мы, может быть, делаем какую-то ненужную работу, что эту работу может нести на себе администрация округа. Вот я четко хочу сказать, это мое личное понимание, потому что я наблюдаю это не со стороны, я участвую в волонтерской работе, невозможно, скажем, охватить тот объем, который сейчас есть. То есть, да, я согласна, что в обычной жизни администрация справляется со своими силами, и все это возможно сделать. Но то количество обращений, тот объем помощи, который необходим, который сейчас оказывается, без волонтеров просто физически невозможно сделать. Поэтому мы, скажем, мы никого не подменяем, да, мы просто делаем абсолютно осознанно, добровольно, от чистого сердца свою работу и помогаем жителям нашего округа. Ну, и с каждым днем волонтеров становится все больше. На самом деле, да, людей присоединяются больше, и это радует. Правда, у нас очень дружная команда. И, ну, я так думаю, что когда все закончится, когда режим самоизоляции будет уже снят, ну, наверное, мы как-то в другом ключе, но тем не менее продолжим. Ну, вам, как уже практика показывает, да, под силам действительно многое, поэтому проведение каких-то совместных мероприятий, акций, оно, я думаю, что будет вам под силу. Как вы, да, Александр, Александр? Я вообще считаю, что здесь нет того, что можно разделить общественники или волонтеры. Сейчас мы все волонтеры, и насчет оплаты, точнее, возмещения труда волонтера, оно не обязательно финансовое должно быть. То есть, на самом деле, очень важно, что мы приезжаем и видим улыбки. И вот как Стефан сказал слова благодарности, и они иной раз гораздо ценнее и дороже, чем какая-то финансовая составляющая. Поэтому, я думаю, все, кто занимаются волонтерством в данном случае, они достаточно счастливые люди, потому что благодарность, она, в принципе, важна. Приятно наблюдать то, что разные общественные организации, да и просто другие организации объединились. И то, что одному человеку или одной организации трудно осилить, вместе мы можем это сделать невозможное. И приятно наблюдать, что в нашем округе все это работает слаженно и на пользу наших граждан. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям, на какой адрес можно отправить рисунок, как называется конкурс, сколько дней на то, чтобы создать, отправить и ждать результатов. Конкурс называется «Мы гордимся вашим подвигом». Прием работ будет происходить с 27 апреля по 5 мая включительно. Отбор работ будет с 5 мая по 8 и 9 мая мы, я думаю, будем готовы объявить победителя. Работу можно будет присылать на электронный адрес. Мы взяли сокращенное наименование – mgwp.75sobaka.mail.ru Присылайте свои работы, участвуйте, будем вместе поздравлять наших ветеранов. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь дома, берегите себя и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.